В первую очередь глава города обращал внимание на состояние лестниц, пешеходных тротуаров и остановочных пунктов. На них не должно быть наледи, а самое главное, все эти места должны быть обязательно подсыпаны. Особое внимание уделили наземным пешеходным переходам. Зачастую именно здесь лестницы превращаются в горки и становятся по-настоящему опасными. Поэтому дворники стараются убирать снег и налить ежедневно, а вот лифты здесь замерзли. Оказалось, что работать в такие холода они не могут. Это и стало поводом для первого замечания. Сейчас нет ветродуки, которые ни сверху, ни снизу, которые обогревают лифт. И лифт не успевал замерзать. Вот эти двери ходили, там был обогреватель. Это сверху дуло. Тепловая завеса и все работало. Ну за редким исключением. Договор с подрядной организацией, которая занимается обслуживанием перехода на медуниверситете, расторгнут. А работать лифты должны даже в 30-ти градусные морозы. Во время совещания глава Красноярска принял решение за каждым объектом закрепить ответственное лицо. Рассчитываю на то, что с понедельника следующей работы эта система будет введена повсеместно. И это позволит повысить, во-первых, определить персональную ответственность, во-вторых, повысить качество контроля за выполнением работы. Оцениваю, что качество повысилось в выполнении работ, но еще недостаточно. Еще предстоит многое сделать для того, чтобы потребовать от подрядных организаций своевременного и качественного реагирования на те задачи, которые перед ними стоят. Считаю, что у подрядных организаций достаточно много резервов. Следить ответственные лица будут за качеством уборки и благоустройства, чтобы все лифты работали, а пешеходные дорожки были подсыпаны. Также все замечания, которые поступают в службу 005, должны быть устранены за три дня. Этот контроль у нас, получается, сразу в этот же день должен устраняться. И вечером мне докладывают на планерке в 17 часов о том, что устранено или не устранено. Тут надо обязательно и лед убрать, и подсыпку сделать. Это экстренно, да. А если плановое, значит, в течение трех дней, получается, мы добиваемся того, что если это есть в реестре, соответственно, чтобы это было исполнено. Рассказать о гололюде во дворе или о наледи на ступеньках можно по телефону 005 или на сайте нашкрасноярск.рф в разделе «Общественный контроль». Екатерина Погорелова, Алексей Овсяников. Новости.